Я думаю, что мы, как всегда, начнем наше сегодняшнее богослужение или разбор слова с этого внутреннего глубокого благодарения Господу, этими простыми словами «Слава Господу!» Потому что Бог сохранил жизнь нашу, сохранил наше желание идти пред лицо Господне и дал нам возможности быть здесь. Я знаю, что многие здесь не присутствуют, потому что у них желания нет, хотя есть здоровье и есть потребность. Кто-то сегодня хотел бы быть, но возможностей не имеет. Кто-то больной, кто-то на работе. Еще много можно что говорить в самом начале, но мы сегодня должны быть благодарны Господу, что мы сегодня находимся здесь, на этом месте. И здоровье Бог дал нам, и желание, и возможность дал, чтобы нам сегодня еще раз поучиться в Слове Господнем. И сегодня брат Сережа говорил, затронул эту тему. Она очень важная, для чего мы сегодня собираемся здесь. Мы читаем Слово Господне, которое указывает нам, что хорошо и что плохо. Вы знаете, когда Иисус Христос родился на земле, Он был зачат от Духа Святого. У Него все желания, все стремления были чистые. Мы же сегодня рождены с наследственностью. И очень часто желаем, очень сильно желаем, но желаем не то, что надо. И Бог, когда смотрит на нас, говорит, ну ты желаешь, очень сильно желаешь, но тоже не то, что надо, ты желаешь. И сегодня Слово Господне учит нас, где мы неправы, что нам надо сделать, чтобы Господь из нашего сердца отнял эти все нечистые желания. И может быть, даже сегодня кто-то, как сегодня было подмечено, я немножко в другую сторону оттеню, пришел, может быть, даже и по закону. Но вот есть возможность, надо быть. А кто-то по желанию из сердца. Вот вам закон и благодать. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь и что научил нас чему-то, потому что все-таки мы в своей жизни обнаруживаем, хотя живем во время благодати, но не всегда у нас желание от тех, которые благодать рождают. Есть еще не что-то, от чего мы страдаем, от чего не можем избавиться. И благодарение Богу сегодня было подчеркнуто, что сегодня грех наш прихвожден на Голгофском кресте телом Господа Иисуса Христа. Мы умерли для греха телом Христовым. А наше тело иногда тянет ко греху. И наше счастье в том, что Христос дал нам право верою, когда мы что-то обнаружим, или дело, или желание приходить к Нему и верою там все оставлять на Голгофском кресте. За что слава Ему и благодарение. Я не раз говорю, что до сегодняшнего дня, наверное, все мы распиты вместе со Христом. Если бы умерли полным смыслом для греха, совсем по-другому все было бы. Но мы пока что распиты, что умираем. И все мы знаем, о чем мы пока что умираем. Кого-то еще тянет выпить, но терпит распиты, идет к смерти, но еще живой. Кто-то очень обидчивый, старается, старается, и как будто уже все нормально, вдруг раз, и что-то живое есть, есть что-то на жизнь. И что умираем распиты. Как часто проповедники говорят, Христос на одной стороне Христа, а мы вместе с Ним распиты на другой стороне. И умираем. Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня. Еще раз. Через Слово Господне, которое указывает нам, что у нас не так, расставить все по своим местам, точки расставить, чтобы сказать, Господь, прости меня. Потому что без этого простого прости, никогда не может быть движения вперед. И вот почему все то, что мы читаем, Писание говорит, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И что она делает? Научающая нас, чтобы мы праведно и теломудренно жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы Господа нашего Иисуса Христа. И пусть Господь сегодня благословит сердца наши, чтобы нам еще раз в свете Слова Господне разобраться прежде всего с самими собой. Это проще, чем с другими. Хотя я тоже повторяю эту ошибку, которую повторяют все христиане, и очень часто, когда пытаются разобраться с кем-то. А разбираться надо с самим. А разбираться надо с самим собою. И тогда все будет проще, тогда все будет легче. Потому что мы не можем кого-то заставить что-то делать. А вот себя, представая пред лицо Господне, должны это заставить делать, чтобы нам идти этим прямым путем, иметь благословение от Господа. Потому что в это время благодати надо использовать для того, чтобы, в конце концов, жить не подзаконно, не по ветхой букве. Я опять повторяю. По ветхой букве скриплю, не хочу, но делаю, потому что так требует писать. А обновленное сердце, оно не хочет этого делать, ему просто очень. Вы знаете, как легко сражаться с грехом, который не тянет, которому не привязан. Не связан совершенно и очень легко побеждать. А вот когда хочется и нельзя, вот тогда вроде бы и хорошо все. И человек вроде не грешит, но в то же самое время он чувствует себя не в своей тарелке. Это очень трудно, поэтому весь смысл благодати Божией очистить сердце наше, чувства наши, чтобы мы легко и просто, с удовольствием, исполняли Слово Господне. И сегодня для этого нам дано всякая возможность и время, чтобы его использовать. И вы помните, мы изучали или читали книгу пророка Исаии, 11 главу, ну и получилось так, что я как-то не смог уже быть, занят был другим. И вы помните, в 11 главу мы дошли до 12 стиха, и там, помните, говорили об этом ассирийском царе, которое Бог допустил, чтобы наказать свой народ, и он это сделал, но он не совсем понимал, кто он на самом деле есть. Помните, он говорил, я умен, я представляю пределы народу, и никто, говорит, и не пискнул, там такое выражение есть, и языком не пошевел, когда я делал. Вы помните, мы говорим, как он шел воевать. Он шел через чешлины, через руины развалины, шел открыто, оставался ночевать на открытой горе, нисколько не боялся, что его запасы кто-то разоблачить, настолько все было скрыто. И, говорит, и все его боялись, там мадмена разбежалась, помните, мы говорили, кто был на прошлом разборе. И, говорит, и другие уже спешат уходить. И он, говорит, стоит и грозит своей рукой или пальцем холму Иерусалимскому, горящему ону. Но Господь, говорит, он не знает, что только один день еще стоять ему осталось. Вот тут он совершенно не понимает. Он думал, что все это он и без всяких ограничений будет действовать. Но Господь говорит, вот скоро, скоро кончится время наказания, ему осталось только один день. И все будет совсем по-другому. И вы помните, Господь назвал его пилою, палкою. Говорит, ты всего лишь палка, всего лишь пила. И такая пила, которая даже не подозревает, эта пила думала, что она сама пилит. А вот ты не подозреваешь, кто тобой двигает. И всего лишь. И придет, и все будет совсем по-другому. И мы об этом немножко рассуждали, читали это местописание и говорили о том, что очень много зависть делает. Я просто сегодня тоже напомню, потому что она, к сожалению, и имеет место в народе Господнем, эта зависть. Это такой грех, которому нельзя не дать соблазна. Вот если есть много грехов, которые люди соблазном их вызывают, провоцируют, то зависть, она жиждется на успехе другого. И никто из нас не хочет работать без успеха. Ни на работе, ни дома, ни в церкви. Это естественно. Когда ты что-то делаешь, хочешь иметь наивысший успех. И Библия говорит об этом. Вы помните, когда хозяин рабам таланты раздавал? И он что требовал? Не верни мне то, что я тебе дал, а дай мне как? С прибылью дай. Дай мне с прибылью. А прибыль – это успех. И тот, который свой талант зарыл, платочек закопал, поскажет, на тебе твое. Он что сказал? Говорит, лукавый и ленивый раб. А зависть как раз жидится на успехе другого. И здесь уже ну никак нельзя не провоцировать на зависть. Все мы, кто бы чем не занимался, если мы что-то делаем, мы стараемся делать как лучше. Чтобы была прибыль, чтобы был результат. Поэтому здесь уже вопрос зависти, вопрос лично каждого. и уже не надо говорить, что меня кто-то спровоцировал, кто-то там что-то сделал, потому что я уже не мог, и я позавидовал. Это такой вот интересный грех, где вот, ну, соблазнен является успех другого. А мы все работаем на успех, мы не хотим так просто работать. И я читаю с 12-го стиха эту 11-ю главу. И поднимет знамя язычникам и соберет изданников Израиля и расчины иудеев созовет от четырех концов земли. Ну, вы помните, когда где-то в 47-м году, кажется, в 47-м году было образовано государство Израиль, и это уже было вот это знамя, поднятое язычникам, что ваше время уже очень коротко. Но, слава Богу, с этого времени прошло 63-й год идет, ну, и пока что еще Бог спасает нас, язычников, за что благодарение Богу. Хотя по сравнению с вечности эти 60 лет, это что-то значит. Это мгновение. Даже если тысячелетие поставить для сравнения, то что эти 60 лет? Это даже нет срока одного поколения, 70, при большей крепости 80. Хотя поколения считаются не так, как мы считаем. Они считаются роды от рождения сына другого, от сына сына род. По сути дела. Но я просто не буду вдаваться в эти подробности, так что, может быть, один род и длинный, а другой короткий, поэтому один другой еще меняет, они один другого перекрывают. Ну, а я здесь обращаю внимание, поднимет знамя язычникам и соберет изданников Израиля, и Российный Худив созивет от четырех концов земли. До сегодняшнего дня, еще не весь, Израиль собрался в свою землю. И даже когда они уже началась эмиграция, и они начали выезжать из стран, в том числе из бывшего Советского Союза, то многие евреи не ехали в Израиль, не ехали в Америку. Они ехали в место, где легче прожить. Оставляли не из-за чувства какого-то сильного к родине их той, а совсем другие причины вели. И поэтому, в Езекииле, кажется, в Езекииле где-то написано, я не буду точно называть главы, вы их можете сами найти, что пока что, по сути дела, время, когда рыболовы действуют. То есть люди идут как на приманку какую-то. А Писание будет, когда охотники будут действовать. И погонят их. Пока что евреев никто ниоткуда не гонит. Они добровольны едут. Едут в свою землю, едут там лучше жить, едут по другим причинам. Но написано, соберут всех изнанников Израиля. Но есть одно но. Я должен об этом сказать. Хотя я эту тему не собирался говорить и раскрывать. Но есть еще одна интересная вещь в отношении евреев, где написано так. А ропотников и непокорных из земли их обитания выведу, а в землю обитованную не уведу. Так что вполне возможно, что и не в всего те, которых Бог хотел бы, чтобы ехали в Израиль и не там будут. Потому что вот эти три категории. Одни, значит, рыболовы, потом охотники, но есть еще ропотники и непокорные. О них написано, я еще раз повторяю, я дословно цитирую это местописание. Из земли их обитания я их выведу, но в землю обитованную не уведу. Поэтому, ну и я дальше, это более такое серьезное для нас на сегодняшний день. И прекратится зависть Ефрема. И враждущие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде. И Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечах филистеблян к западу и ограбят всех детей Востока. На Едома и Маава наложат руку свою, и дети Омона будут подданными им. Кстати, вот эти два народа, несколько, Едом, Маав, и большая часть сыновей Омоновых, они фигуруют в Днепрохе Даниила, когда рычают о Четвертом Царстве Железном. Помните, я немножко говорил о том, которое будет разрушено камнем, который оторвался от горы без содействия рук. То есть, пришествия Господа Иисуса Христа. Кто ничего, никак и ничего не называются эти народы, я не могу сказать. Но корни их там. И я помню, когда-то все-таки Бог смотрит на эти корни. В свое время, во время Советского Союза, приезжали из Ширии, Ширияне, на наш завод военный, который самолеты ремонтирует, авиозавод у нас есть. И когда наши дети шли, ширийцы, и Господь говорит нам, брат, вот идут сыны Венадада. Сыны Венадада. Они так и чисто, с сынами Венадада. Вот именно вот корни оттуда происходят. Поэтому вот эти народы, они будут и в настоящее время, а как они теперь называются, я еще раз повторяю, ну, вы знаете, что трудно сказать. Но Господь смотрел именно на них в то время и знал, что они будут жить и в последнее время, и войдут в историю. Но я обращу внимание на то, что Ефрем прекратится зависть Ефрема и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. Значит, вот в народе Божьем и Ефрем, и Иуда. Иуда переводится хвала и Еговы. Это нечто очень великое, очень ценное в глазах Божьих. Ефрем переводится плодовитым вдвойне. Он получил двойное благословение через крещеные руки Якова. И плодское, и духовное. И вы знаете, вот народ Божий враждует одни с другими. Один завидует, враждует, другой притеснять начинает тогда. И потому, вот, когда мы сегодня живем на этой земле, и если что-то в нашей жизни не случается, не совсем приятно, знаете что, давайте искать корни, откуда все это происходит. Это ненормально. Мы можем оправдывать друг друга, свое невосприятие кого-то или какое-то отрицательное отношение к кому-то, может быть, какие-то аргументы у нас есть очень веские, но все это пыль, а на самом деле грех. А на самом деле это действует грех, который прикрывается красивыми словами. Иногда даже и не прикрывается, иногда даже и не прикрывается, но мышцы там же так нормально. А Библия говорит, что это ненормально, так не должно быть. И полетят на плеча филистимлян к западу, ограбят всех детей востока, наедома и мава наложат руку свою, и дети Омона будут подданными им. Вот эти народы, есть сыновья Лота, когда он не послушал Бога, не пошел в гору, когда Господь их вывел из Содома и Гаморы. Вы помните, там они родили вот эти два народа, мавитяне и аммонитяне. И они, кстати, были самыми излишними врагами народа израильского. Они всегда враждовали. Как у нас сегодня есть такое выражение, всегда палки у колеса ставили. Всегда, всегда враждовали. Но вот в конце концерков, Господь, они дети Лота, Он их сохранит, но они будут подданными народу израильского. Там интересно мы будем читать. Говорит, возьмут их, принесут на руках своих и станут их рабами. Вот когда кто-то что-то делает доброе для кого-то, но ты хочется не быть рабом, я тебя привез, я тебя посадил, я тебя, но ты что-таки считаешь хотя бы на равных, а здесь делу свою землю и станут им рабами, будут им служить. Вот так вот Господь умеет делать. И сушит Господь залив моря египетского, я читаю 15 стих, и сушит Господь залив моря египетского, и проснет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на чем ручье, так, что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он входил из земли египетской. Тоже своего рода знамение. Но что здесь имеется в виду? Конкретно Нил, или какая там река большая, она будет разбита на всем ручьем, или это символический язык. Значит, Священное Писание говорит, что смысл заключает, это будет знамение для того, что уже последние израильтяне будут входить в обитованную землю. Тогда, помните, первое время Господь червные моря раздвинул, они прошли, а здесь немножко по-другому, говорит, ну, наверное, не надо будет переходить ногами, как тогда переходили, но, чтобы провести параллель, чтобы показать, что вот в это время, разобьет, будут переходить, в сандалиях будут переходить, сегодня самолеты есть, сегодня есть катера, сегодня есть много техники, которые, ну, уже не надо ногами переходить, но, тем не менее, вот будет вот такое знамение, ну, что ж, будем ожидать. Обычно, когда вот такое случается, это обычно пресса вокруг говорит об этом, и вот будет там большая дорога, тогда для остатка народа его, который останется у Асура, ну, и я понимаю, когда речь об Асуре, я говорил, что Асура означает чернота, а у наших понимают чернота, это грех, то тогда вот, когда Господь обратит к себе народ израильский, когда Иисус Христос станет их спасителем, они примут его, это действительно будет большая дорога, и для спасения душ, и для того, чтобы жить в своей обитованной земле, в которой Господь ответственности предназначил жить народу израильскому, на сегодняшний день они еще держатся законом, то редкие евреи сегодня христиане, а вообще они держатся законом Моисеева, и это вот то время, когда они не могут иметь спасения, спасения только во Христе, потому что даже закон Моисеев символическим языком указывал на Иисуса Христа. Они прекрасно понимали, ожидали и сегодня ожидают, хотя вот это заблуждение даст повод Антихристу прийти в место Иисуса Христа. Вот насколько заблуждение опасения окажет отрицательное влияние. Вот уже говорим мы по нашему счету человеческому. Уже 2000 лет прошло, но наверно меньше, чем 2000, если учесть кое-какие нюансы, там кто-то посчитал не совсем правильно, но тем не менее, вот это заблуждение бытовало в народе ходило, особенно у евреев, то Иисус не Мессия. И проходили годы и ничего, а потом пройдет время, когда пройдет этот Антихрист и вместо Иисуса Христа придет. Вот если бы они в заблуждение не упали, что еще раз должен прийти Мессия, то у дьявола не было шансов прийти под видом Иисуса Христа. Не было, а так как это заблуждение сегодня живет в умах людей, у него есть шанс прийти под видом Иисуса Христа. И он придет, выдавая себя за Бога. Вы знаете, что я этим хочу сказать? Любое заблуждение или отклонение в Писании или ерочка, как мы говорим, она однажды сыграет, как мы еще говорим, злую шутку с людьми. Вот до пори до времени, ну, ну, ничего страшного. Ну, я так понимаю, ты так понимаешь, а другой так понимает, но это до времени. Но однажды придет момент, когда заблуждение сыграет плохую роль в жизни христианина. Этому очень хочется. ну, если так можно выразиться, но поменьше каких-то, какой-то лжи насчет себе в отношении истины Господней, в отношении путей Господних, в отношении благословений Божьих. сегодня не секрет, я, наверное, вам рассказывал, я еще раз напомню, когда сегодня есть такое мнение, может быть, оно не всех касается, но это заблуждение, что если у меня есть радость, если мне что-то нравится, то и Богу это нравится. но это не совсем так, но это не совсем так, мне много что может нравиться, и Бог до поры, до времени может терпеть, а потом скажут, что ты так понимаешь, вы знаете, сегодня очень много спотыкались на радости, радуешь перед Господом, и уже наша молитвная группа не знает этот случай, я уже рассказывал, когда сестра пришла исповедаться, ну и что-то не то чувствуется, что надо, ну, смотрю, начинает проявляться во имя Иисуса Христа дух кто ты, сразу же, начало не ответить, подоворить, радость я, я, как сказать, и рот раскрыл, у меня такого не было, я радость, думаю, что-то такое, радость, подумал опять, боимся, кто ты, говорят, радость я, мне сразу в голову мышь такая, поддельная радость, плотская радость, не естественная, не от Духа Святого, ты дух искусственной радости, да, 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 искусственной радости, а как ты вошел, когда она радовалась, я опять, думаю, интересно, что-то такое, оказалось, она радовалась той церкви, где на голову ходит, когда радуется, где орут, кричат, свистят, радуется перед Богом, когда вошел, когда радовалась, вот почему надо обратить внимание, служите Господу со страхом, и радуйтесь, как написано, и радуйтесь, трепетом, не безразлично, как мы радуемся, не безразлично, отчего мы радуемся, и как, но я понимаю, когда что-то вот коснулось такое, иногда человек, ну, может, действовать вещи себе, ну, не совсем так, как всегда, но это же не превращается в учение, я знаю, что, когда Господь некоторых крестил духом, все, то они и прескали, и на коленках прыгали, но это было один раз в жизни, а после совсем по-другому себя вели, поэтому нам сегодня очень важно обратить внимание на все, чтобы, ну, какое-то заблуждение не проникло в жизнь, потому что заблуждение и заблуждение, и за ним никогда не стоит Дух Святой, стоит чуждое что-то, поэтому очень хотелось бы, чтобы наша радость, она, у нее корнем был источник Дух Святой, Слово Божие, можно радоваться от ритма, от ритмической музыки, и громкая музыка приводит в экстаз, и сегодня, насколько я немножко, но не разбираюсь, но читаю, что происходит в мире, есть цифровые наркотики, музыкальные наркотики, от которых голова кругом идет, и люди становятся ненормальные, одержимые, я же не хочу просто время терять на это, и когда нехто, значит, задал вопрос одному человеку, который был в курсе дела этих явлений и всех, рассказал ему, говорит, вот голова вристалка, что ненормально, спать не мог, он его, когда раз спросил, что, говорит, музыку эту взял, с интернета, музыкальные наркотики, он говорит, ты что ты, говорит, делаешь, ты же, говорит, это же то же самое, что наркотики, по сути, делаете, он говорит, ни в коем случае, это небезобидная вещь, и все, это все очень опасно, поэтому, здесь молодежи почти нету, но, пожалуйста, поймите во внимание эти вещи все, ничего нет просто так, ничего просто так не делается, и если кто-то говорил, однажды меня убеждал, что музыка нейтральна, да зачем она вообще тогда нужна, и она нейтральна, она ничего, почему она нужна вообще тогда, это первое, а второе, если она не нейтральна, то тогда думаешь, что это за музыка, и к чему она приводит, а нейтрального ничего нету, звуки могут быть нейтральными, а музыка, это сочетание определенных звуков, это ритм, это свои законы, я не знаю, почему я уклонился на музыку, я не музыкант, но тем не менее, но, наверное, все-таки, чтобы думать, чтобы начали думать на эту тему, тогда для остатка народа его, который останется у Асура, а музыка тоже может держать очень сильно, и она держит, вы знаете, я очень простой пример приведу, кто-то однажды сказал, и правильно сказал, я это видел в жизни, они ходят в церковь, и играют, но говорят, отними у них музыку, они и в церковь не пойдут, вот, пожалуйста, запретим играть, и они не пойдут в церковь, а это значит, что это не совсем правильное положение перед Богом, это не то, что надо, и я такое знаю, как только стали играть, вот это не то, что надо, некоторые группы, им братья поставили точку, они ушли вообще в церковь, они чего не играют, они нигде не чищутся, но они играют, они играют, поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы нас какая-то чернота не держала, вот для остатка народа, который останется у Асура, будет большая дорога, и сегодня эта дорога, она открывается Словом Божиим, Христос сказал, а я есть путь, истина и жизнь, а он сам есть Слово Божие, только с большой буквы написанное, это личность, это не сочетание звуков или значков на бумаге, это личность, но тем не менее, названо Слово, говорит, обогронное кровью имя Ему Слово Божие, помните это местописание из Откровения Иоанна, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской, и я читаю 12 главу, и скажешь в тот день, славлю тебя Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и учешил меня, вот два момента, которые необходимы для полноценной жизни, я не обращаю внимания, хотя это самое главное, здесь Священное Писание обратило внимание на то, что народ стал прославлять Бога, и скажешь в тот день, славлю тебя Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и учешил меня, когда у нас часто какие-то конфликты бывают, ну, на кого мы гневаемся, я не знаю, может, муж гневается на жену, жена гневается на мужа, отец гневается на сына, сын гневается на отца, и у нас часто, когда мы приходим к чему-то взаимопониманию, у нас в этот момент присутствует, ты гневался, но отвратил гнев свой, но учешил, часто не бывает, а для того, чтобы было полноценное что-то, надо не только гнев отвратить, не только перестать делать так, как раньше делал или делал, но и утешить, а иначе это будет неполноценная работа, ну, и, наверное, мы в семье знаем, как утешить один другого, потому что мы знаем характера, привычки, мы знаем, кто к чему склонен, кто по какой причине обижается, за что, и, наверное, в этой сфере надо еще что-то больше сделать, вот мы часто, иногда, может быть, искренне начинаем что-то делать, но искренне, не по слову, до конца не доводим, я вспоминаю конфликты на почве обид, и вы, когда будете читать Писание, вы найдете, что Библия отмечает все моменты, события и жизни библейских личностей, когда у них были какие-то ссоры и обиды, но там что интересно подмечено, и в Библии написано, они приходили, признавали свои ошибки, мирились, а после что еще делали? А после делали еще подарки друг другу. вот этих подарков, то у нас как раз-то и не бывает часто. Попросили прощения, зубы сжавшие, или под давлением, а что подарки, но я понимаю, подарки, я же не совсем имею в виду пойти в магазин что-то купить, я имею в виду нечто приятное сделать, чтобы показать, что мы не на полпути останавливаемся. Одно дело прекратить враждовать, а другое дело начать любить. Вы согласились, что можно остаться холодными? Можно не враждовать, но можно остаться просто холодными друг к другу. И это уже будет не совсем доведенная до конца работа. Поэтому вот здесь Исаия отмечает, и сегодня Господь просто напоминает разуму нашему. А я всегда говорил, и сегодня напомню, что здесь надо отметить два момента. Вот первое, что делает Господь? Он просвещает наш разум. чтобы мы поняли, где что было не так. Но разум – это одно, а чувства, которые оскверлены, это уже другое совсем. Это уже следующий этап. И первое – просвещение разума. За ним следует, Господи, прости, а дальше освободи мои чувства, потому что я головой понимаю, а сердце у меня ледяное. Согласитесь со мною, что такое бывает очень часто. И мы много что делаем. Я опять повторяю, назойливо повторяю, потому что хочу, чтобы оно врезалось в сердце, чтобы оно было записано на скрыжалях от сердца нашего, что одно дело – головой понять, а другое дело – иметь чувства или сердце способное. Мы очень много делаем от головы нашей или под влиянием закона, как что мне было сказано. А здесь должно быть от сердца. А когда сердце готово делать, не надо напоминать, не надо закона никакого. Зачем он нужен вообще-то тогда? Когда само сердце влечет туда, а вот когда голова одно, а сердце другое, вот тогда уже надо и выбор делать. На чью сторону склонишься, что будешь делать. И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и учешил меня. А вот Бог – спасение мое. Уповаю на Него и не боюсь. Почему такая уверенность? Вот дальше интересно написано. Ибо Господь – сила моя, и пение мое, Господь. И Он был мне во спасении. Вот над этим следует думать. Почему такая уверенность, что спасен? Потому что написано, ибо Господь – сила моя. К сожалению, я просто вспомню один такой случай. Он был не в нашем городе, был в городе, который 50 километров от нашего города. Я конкретные вещи говорю. Когда одна сестра молилась, в присутствии сосудов, и она молилась и говорила так, Господи, благодарю Тебя, что я на Тебя надеюсь. Господь говорит, ты говоришь, что на меня надеешься, ты на себя надеешься. Вот поймите разницу. Ты говоришь, что надеешься на меня, но ты надеешься на себя. И это было видно по жизни. Она никогда никому ничего не могла уступить. Я уже не все знаю о ней. Она все это сама делала. Она никогда не дожидалась, когда Господь что-то будет делать. Она все делала сама. И вы понимаете, что это значит. Можно исполнять волю Божию по планам Божиим, по уставам Божиим, а можно ее знать, исполнять по своим планам, со своим запасом, своими возможностями. И тогда бывают очень большие катастрофы. Я позволю себе напомнить судьбу Якова и Исава. Вы знаете, что благословение принадлежало кому? Якову или Исаву? Якову, младшему. Это было его благословение. Но Бог был устав на это. А Яков это брал своим путем. Мама ему помогла. И с одной стороны, он брал благословение Божие. Оно ему принадлежало. Но где-то 20 или больше лет был в изгнании за то, что не так взял, как надо. Это было его. Ну, как пример, допустим. Сегодня мы каждый на своем месте. Когда Бог избирает пастырей, то, вы знаете, как правило, они не рвутся на это место. Где-то почти... Вот, допустим, меня все время выдавливали на это место. Я никогда не рвался и сегодня не рвусь. Другой может заявлять сам о себе. Я буду пастырем. Ну, и что? Заявил бы. Я буду пастырем вас, баранами. Что Дмитрий сказал бы ему? Слушай, самозванец какой-то. Ну, как? А когда будет? Будет! Ну, не сегодня, завтра или позже завтра. Вы меня поняли, что я говорю? Можно вот взять план Божий, знать некоторое определение, но по-своему этого добиваться своими силами, и тогда будет не совсем то, что надо. И тогда будет не совсем то, что надо. Это будет ущерб большой. И вот поэтому очень часто я, с одной стороны, не склонен, чтобы где-то что-то допускать, меры не принимать, когда это надо. Надо делать все вовремя. Но, с другой стороны, если и поспешить, вы знаете, это тоже можно наделать делу. А вот когда Бог делает, я помню однажды одно такое событие, ну, совсем как-то брат вел себя не так, как надо. Это не нашей церкви касается, хотя это нашей области, но это сотни километров отсюда. Но не то, что надо. И прекрасно понимаешь, что если сейчас начать снимать его, будет бунт у церкви, ничего не получится. Люди этого не знают. И когда раз, мне сказали два, я не говорю, что я ошибок не делаю. Я просто говорю, в тот случай, когда не было ошибки. А то, что у меня их много, как и у вас, наверное, это само собой. Я даже их иногда и не считаю, но, наверное, не посчитаю. Это уже Бог когда-то в свое время просмотрел, говорит, где ошибка, где не ошибка была. Ну, и когда уже стали так начинать, я сказал, мы же отвергаем, помолимся, продадим это в руки Божии, и тогда будет возможность. Бог даст возможность. Проходит где-то, не прошло даже месяца, две с половиной недели, а то, что мне не могу указать срок, звонит, жена его впала в блуд. Все. Вопросов больше нет. Пастыр, который жена упала в блуд, он не может быть дальше пастырем. Вопрос закрыт. Хотя и там получилось, все равно, некоторые пошли, где-то 4 года, эта церковь назад вернула, все, сейчас нормально все. Ну, а представьте себе, если бы в самом начале вот так, что было бы? Это был бы развал. Хотя и надо принимать мир, и надо делать, а как? Не хватает вот, не хватает аргументов, не хватает чего-то. А уже когда Бог делает, Он знает, что делать надо. Да, хочет снять меня, я, как пример, где-то что-то такое сделаю, что ни в какие рамки не полезет. Ну, сохрани Бог, я не хочу, чтобы так было. Но я имею в виду, а так бывает часто. Мы иногда не понимаем, почему так получается. А Бог знает хорошо, что как делать, что делать, у Него на все свое время назначено. Ибо Господь, сила моя, на этом в некоторых случаях, самому невозможно ничего добиться. и люди, у которых Господь, сила, они ведут себя совсем по-другому. И с некоторой точки зрения, они могут показаться, ну, не то, что беззащитными, а безразличными, ни о чем не заботившимися. Но вы помните, вот одно выражение Давида. Он сказал так, а я стал как глухой, не слышу, как шлепой, не вижу. Почему? Потому что я на тебя уповаю. Вот интересное выражение. Я стал как глухой, не слышу, как шлепой, не вижу, ибо я на тебя уповаю. И вот как раз это то состояние, конечно, я понимаю, еще в какой-то обстановке, Бог требует что-то, скажет, это другой вопрос. Это же его работа. Но когда он ничего не говорит, ну что ж, приходится молчать. И после Бог сам умешивается. И вот как раз то вот состояние, где можно славить Господа, воздать должное Ему, «Ибо Господь – сила моя, и пение мое, Господь!» Вот два элемента. «И пение мое, Господь!» Вы знаете, что воспевают кого? Ну, тех, кого уважают. Тех, кто достойны этого. И песня, я когда разбирал книгу про Каиса, я говорил, что песня не так-то просто, чтобы песня была принята. Это надо стихи, это надо музыка достойная, это надо исполнитель достойный. Иначе тот, кто не умеет петь, он погубит самую лучшую песню. И это надо, чтобы все было на высшем уровне. И тогда эта песня, действительно, станет доступной, и она будет, ну, принесет пользу тому, кто ее поет, и тому, для кого она поется. И мы сегодня хорошо понимаем, мы не поем песни друг к другу, мы не возберем друг друга, но мы сегодня складываем песни, слагаем их, чтобы петь Господу, за что благодарение Богу. И пение появилось. А вы знаете, чтобы сочинить то пение, которое Господу приятно, то надо, чтобы и стихотворец был под влиянием духа, под вдохновением, и тот, который музыку сочиняет, и тот, который поет. И это сегодня все то, что Господь хочет видеть в нашей жизни. Я, кстати, если коснуться пения, сейчас я редко бываю в собрании, но вы знаете, как мне нравились вечерние собрания. Где пели свободно. Вот я не знаю, как вы, может быть, я ошибаюсь, я и не певец, и не музыкант, но я как-то чувствую, как певцы нотами зажатые. Стараются тянуть ноту. И это чувствуется. А вот когда и ноту тянет, и свободно, как от тебя, вот тогда начинается работа. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Вот чувствуется. Вот не хватает вот этой свободы. И тогда вот эта свобода, если действительно поет человек свободно от души, она даже компенсирует некоторое неграмотное шпение и панота. Да, бывает такое. Просто чувствуешь, я не знаю, как вы, я иногда чувствую, вот человеческий голос, а вот сила. Я не знаю, как это объяснить. Я не то, что видение вижу, оно у меня делится, я вижу это. Вот это просто слова, а вот это сила присутствует. И как раз Господь, когда вел речь об этом, то Он говорил, вот гнев был, а потом Он сделал вот такую работу, что люди совсем другие будут. И ноты будут, и слова будут, но и свобода будет, и Дух Святой будет. Вот вот эти компоненты, которые сегодня хочется видеть, слышать и переживать, потому что именно Дух Святой производит ту необходимую работу по перестройке сердца, по перестройке чувств. А вот Бог спасение моё. Ну и, конечно, когда я читаю, вот Бог спасение моё, то я имею в виду именно наше время. Потому что есть такое предупреждение в Священном Писании. Некто из пророков сказал так о нашем времени. А в то время говорить, не буду говорить Ковчег Завета Господня. Он и на ум не придёт. Но буду говорить, а Бог спасение моё, Бог оправдание моё. Сегодня как раз то время, когда Ковчег Завета нам не нужен. Сегодня как раз время, когда Бог спасение моё. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, жители вот этого времени, могли воспользоваться возможностями, которые Бог даёт, чтобы наше служение сегодня было вот таким, какими, что народ всегда таки ожидает. Они ожидают этого времени. Это к ним написано. Это написано к ним. Они пока ещё и не собрали в землю. Они пока ещё скитаются в чужих землях. Но мы сегодня, принявшие Господа, можем жить именно вот такой жизнью, которая рисует нам Священное Писание. Потому что Бог никогда ничего недоступного для нас не предлагал нам. А если сегодня что-то недоступно, то вина не Бога, вина не в том, что Бог что-то от нас требует, что мы не можем, а наша вина. Наша вина. Жертвенности нет, может быть, ревности нет, может быть, ещё чего-то нет. И пение моё Господь, и Он был мне во спасение. И в радости, вот третий стих, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. Я недавно говорил проповедь на эту тему. Здесь я проповедь говорить не буду, но когда коснулись источников спасения, то вы должны хорошо уяснить, что речь идёт о людях, которые исполнены благодатью Божией. Потому что если уже начинать с самого начала, то единственным источником спасения является Господь Иисус Христос. Но Он действует на земле через людей. И сегодня в людях Он отображается, в людях проявляется, через людей проявляется. И здесь Священное Писание говорит, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. Я не знаю, какой мы сегодня источник. Мы не можем быть не источником, потому что мы живём, мы говорим, мы действуем, нас люди видят. И хотим мы или не хотим, мы оказываем на них влияние. А какое – это уже другой вопрос. Вы знаете, что я иногда наблюдаю за людьми. Но где не появится, что править надо за ним, ну что за человек? Ну где бы не появился, где бы что не нашел, обязательно наделает делу. И, как правило, никогда не виноват бывает. Все виноваты, только не Он. Я в последнее время говорил на тему, сын человеческий пришедет, найдёт ли веру на земле. И опять эту тему не буду говорить. Но я читал 6-ю и 7-ю главу Луки, и там брал с 18-й, потому что Христос говорил так, придёт, подаст защиту, но найдёт ли веру на земле. Помните? Найдёт ли веру на земле? Ну там решила не просто о вере, а о чём-то конкретном. Я брал место писания, какая наша вера. Там читаем в 6-й главе, что всякое дерево познаётся по плоду. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Но я задавал вопрос, а у вас как? Ну, конечно же, мы верим, так написано. Но в жизни у нас так не бывает очень часто. Ну да, я сделала плохо, но я же хороший. Но плохо. Ну мало что плохо, но я же хороший. Вот такая вера. А в чём дело? Ну, все кругом виноваты. А то, что я сделал плохо, виноваты все кругом. А я хороший. А Библия говорит, какой хороший, если плод плохой? Ну, какой хороший? Может, детой хороший немножко, а немножко и есть что-то, что проявляется, не то, что надо. И вот здесь Священное Писание говорит, чтобы вы проверяли сегодня сами себя. И каким ты являешься источником, что источаешь из себя? в церкви, на улице, на работе, дома. Источник. Но в одном случае этот источник, он радость проносит, в другом случае это источник такой, постоянное недовольство, постоянное неустройство, постоянное. Вот и источник. И уже хочешь, не хочешь, но уже источником спасения себя никак не назовешь. Источник огорчения, источник обиды, источник конфликтов, источник, но только не спасения. Но только не спасения. А Писание говорит, должен быть источником спасения. И потому этот вопрос не такой простой. Я когда говорил на эту тему, то я просто вспомнил, что источники спасения, это очень редкие люди. Если сегодня учесть, что мы все являемся источниками спасения, то если в отношении города нашего, где каких-то 160 тысяч или 170, то, наверное, не один из тысячи, а Ио говорит, один из тысячи, помните? А если, наверное, взять в пределах Белоруссии посчитать, сколько нас, то, наверное, даже не один из тысячи, один, наверное, в десяти тысячах, наверное, будет. Если нас посчитать как единицы, и сколько на нас одного приходится неверующих, то, наверное, не один из тысячи, а может больше, но может я ошибаюсь, я не знаю, я не считал, я не брал эту статистику, но если сегодня мы, Бог хочет, чтобы были источниками спасения, но даже мы не являемся источниками спасения, а источник раздора, источник соблазна, источник скандала, то я не знаю, в каких пропорциях нас надо разделить, то, наверное, еще меньше будет. А у Бога намерение быть источником спасения. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодняшнее слово, пусть оно древнее, пусть оно звучало для народа израильского, но как мы, человеки, и они, люди, оно относится к нам на сегодняшний день. Поэтому еще очень коротко, я напомню, как жить надо, чтобы быть источником спасения. Конечно, первое, это иметь любого ущерба друг к другу. Ну и, чтобы быть источником спасения, очень коротенько. Во-первых, конечно, надо иметь откровение от Господа. И тогда можешь помочь человеку. По разуму очень часто не знаешь, как помочь. Не знаешь, в чем проблема. И Павел однажды сказал так в послании к Коринфянам, кажется, второе послание, точно, не помню, не буду называть, оно спонтанно пришло на сердце, но он сказал так, «Неполезно хвалиться мне». Кажется, 12 глава второго послания. Вроде бы, могу ошибиться. «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». А он был и еврей, и от евреев, и фарисей, и равнитель, и гонитель даже, и образованный человек. Но чтобы стать источником спасения, он должен получить откровение от Господа. И он его получил в отношении благодати действующей. Поэтому пусть Господь поможет нам понять сначала, чтобы быть источником спасения, надо быть вводимым Духом Святым. Иначе просто не будешь знать, как помочь, не будешь знать, как подсказать, что подсказать человеку, как начать и как кончить. Следующее. Надо уметь правильно сказать истину человеку. Истина или правда, мы иногда это слова у нас взаимозаменяемые, хотя вообще-то я всегда подчеркиваю, есть разница между истиной и правдой. Истина говорится, а правда делается. Но на сегодняшний день мы говорим, слово называем правдой. Вы знаете, иногда нелегко знать правду, чтобы стать источником спасения. Нелегко сказать правду, нелегко изложить ее, ее надо уметь изложить. ложью никогда не поддерживать, никогда не будешь источником спасения. Вы знаете, что сегодня для больных, которые при смерти, существует реанимация, когда никого не допускают туда, чтобы не могли помочь, по сути дела, посторонние. Но нету, самое главное, иногда им даже правды не говорят. А вот вашей маме осталось жить от силы два-три месяца, но ты ей не говори. Пусть она так и живет. Трудно сказать правду, но если бы Езеки Исаия не сказал правды, он умер, он никогда не получил исцеление. Вы согласны со мной? Но он пришел и сказал ему, Езеки, ты заболел смертельной болезнью, ты умрешь и не выздоровеешь, делай завершение. Что это откровение произвело в Езеки? Плач и вопль, да, это было неприятно. Но когда он стал плакать и молиться, то Господь сказал Исаии, вернись назад и скажи, и я отменяю это первое, что 15 лет будет жить. А если бы не сказали ему правду, жил, жил, потом раз, как врач сегодня, перекинулся и нету. Правда, там пользы не было языки. Он после согрешил гордостью, Бог не хотел, он знал, что делал. Но мы на это уже не обращаем внимания, берем нашу человеческую. Все-таки ему хотело жить, и Бог дал ему жизнь. Но если он не знал правды, он никогда не получил эти 15 лет. Но с другой говорят, правдой можно и убить. Источник спасения умеет делать и то, и другое, иначе он не станет источником спасения. Как сегодня трудно иногда человеку сказать, что ты не свободный, но приходится говорить. Но приходится говорить. Я вообще не представляю, как это люди переносят, когда узнают. Я немножко понимаю, когда сомнения были, я понимаю, насколько это дают все. А вот увидеть, но тем не менее, по-другому нельзя. И говорят, есть такая пословица в мире, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но за это можно и потерпеть. Когда одной из сестр было сказано тоже сестре, что она скоро умрет, как поднялась дочка после. А что вы сделали? Зачем вы сказали? Зачем это вы сделали такое? Значит, как не просто все-таки быть источником спасения? Но я говорю вот те моменты, которые должны в жизни присутствовать, чтобы быть им. Уже как человек будет себя вести? Это и от нас зависит, от того, как это преподнести, как приготовить. Но тем не менее, истина есть истина. И ложь никогда не проносила. Это в мире говорят, что ложь ради спасения, ложь ради чего-чего-то. Но ложь есть ложь. Ложь есть ложь. И из-за нее кровь была пролита. Ну и конечно смирение и покорность это само собой. Человек, который не смиренный и не покорный, он многие вещи не будет говорить. Потому что это тоже не так просто часто делается. Ну и конечно что еще надо знать. Я очень коротко чтобы быть источником спасения. Надо знать, что не всегда наш предыдущий опыт будет и нам полезен и другим наш опыт. В общем наверное процентом на 80 боюсь процентов отношений чтобы не ошибиться. Есть нечто общее, но есть нечто и то, что мне присуще а другому нет. И вы помните я тоже не буду открывать это место не буду читать когда Давид попросил у Господа ну как мне идти воевать ты предаш в руки мои врага филистимлян кажется иди предам в руки твои он пошел их поразил назвал то место вал пироцим как прорыв воды разнес а потом они опять пришли а Бог говорит а теперь уже действуй не так как раз зайди с тылу и жди и когда услышишь шум повережен кто-то вытерев тогда иди и будет победа а если вот так будет как в прошлый раз то так не получится уже вот почему но для Бога наверное разницы нет как но чтобы нас научить что не всегда можно пользоваться опытом прошлым он так делал и не раз делает вы помните хотел Исаак воспользоваться опытом своего отца Авраама когда был голод в этой земле то Авраам пошел в Египет пожить а потом пришло время Исаак уже Авраама нет Исаак уже живет на этой земле и пришел голод и он собирается идти куда в землю египетскую сильно огорчили друзья Иова когда они пришли утешать они все говорили правильно и то что они рассказывали они не выдумывали это в самом деле с ними было и оно успех им принесло но это было не для Иова это было не для него для них да для других да а для Иова нет и после приходили утешали ну в конце концов Господь сказал что Иов праведшим вы и вот Иов за вас помолится я вас прошу а вашей молитвой я не приму вы говорили обо мне не так правильно как раб мой Иов не так правильно там Господь не сказал вообще неправильно но не так правильно это было для вас это был личный опыт а для Иова совсем другое было вы знаете в чем была причина они обвиняли много в чем ты и вдов не видел ты и вообще и вообще а причина была совсем другом вы помните эту историю дьявол пришел и клеветал говорил Иов тебе слушай потому что ему дал все вот ты забери посмотрим ну и что Богу можно было делать ну что Богу делать чтобы доказать что неправда забери ну заберите забрал забрал богат потом забрал детей потом и здоровье забрал но Иов остался верным он не понимал он говорил не то что надо он говорил Богу ты со мною гонишься ты нападаешь на меня как лев зачем ты это делаешь но когда дело доходило до глубины сердца он говорил а я знаю искупитель мой жив все таки вот внутреннее содержание это все было навеяно обстановкой непониманием что старался старался жил чистой швято швято вот вот пожалуйста тебе все разрушено все под корень вырублено посудило и сам больной проказой лютой притом с проказой даже общество человеческое не пускали надо было где-то отдельно жить ходить вот люди без имени отребья земли помните там такое написано и он же так вот и он праведник которым Господь сказал нет такого на земле ну а дьявол клеветник поэтому учтите что может быть и в вашей судьбе и в вашей жизни вот было такое или есть как правило мы всегда ищем проблемы грех какой-то и наверное процентов на 80 вот причина грех но 20 сейчас и не совсем грех я помню когда-то одна из сестер звонила из Америки что проблемы в семье проблемы 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 ну и потом мы здесь стали молиться Господь говорит я уже не помню что Господь говорил но я помню одно они ищут причину во грехе но дело не в грехе дело в другом я уже не помню что было не в грехе дело в них хотя в общем такое положение очень часто посягает людей когда они грешат но в них пусть не ищут греха в другом дело я уже не помню в чем было но не во грехе дело в другом дело поэтому Поэтому, действительно, чтобы быть источником спасения, надо знать, в чем проблема конкретно. И тогда можешь помочь. А если так, то и не поможешь. Опыт не работает, ничего не работает. Но не всегда, я говорю, работает, есть нечто общее всегда, но, тем не менее, не всегда вот можно где-то исследованием найти своим собственным. Иногда может только Господь открывать, что на самом деле происходит. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Почему? Почему Господь дал такой совет народу израильскому? Они могли это сказать, потому что они пережили многое. И отступление, и наказание было. И иногда роптали. Еще на Писании это отмечено, что Бог забыл, Бог уже не будет миловать. Но когда они прошли все это, и Бог помиловал, то они уже на своем опыте могли показать, что смотрите, вот со мной вот так было, то у вас же не хуже, чем у меня. И у вас настанет время, когда перемена будет. Будет совсем по-другому все. Ну а пока что вот так. И особенную силу иметь в мятество тех, которые пережили что-то, о чем написано в Библии. Если это исцеление, то сам почти был при смерти. Если это еще что-то, сам прошел через это. И поэтому одна из причин, что Бог допускает нам в нашей жизни, это для того, чтобы в его арсенале было такое сильное оружие, такие сильные свидетели, которые не с чьих-то слов что-то говорят, а сами пережили на практике своей. И поэтому вот такие люди являются очень сильными свидетелями. Почему и здесь написано, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его. Уже не через зуб, уже не с сомнением, а вдруг это не так будет. А конкретно на практике доказано, на личной жизни это видно было. И такие люди говорят с верой, с уверенностью. А то, что чье-то передает, с одной стороны, да, имеет значение, а с другой стороны, когда сам пережил сам свидетель, это совсем другое уже. Это то, что часто оказывает очень сильное влияние. Когда библейское учение подтверждается жизнью. И не просто каких-то личностей, о которых никто не знает, о которых где-то написано было, а сами видели. Осязали руки наши, помните? То, что мы видели и слышали, что осязали руки наши. Почему они так сказали? Потому что это очень сильное свидетельство. Сами видели, сами общали, сами соприкасали. Поэтому пусть Господь и нас благословит, чтобы в нашей жизни тоже был тот день, когда мы скажем вот так, как здесь священное писание пророчески открывает о народе израильском. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Вот как важно напоминание. Ну, наверное, можно сравнить с повторением. Есть такая мирская пословица. Повторение – мать учение, да? И напоминание тоже. Напоминание тоже. Я, допустим, многое, что мне иногда надо, чем я пользуюсь, когда проповедую, иногда мне кто-то напоминает. Я уже давно забыл. Сказал, забыл. Оно вот на этот день настолько надо. И мне напомнят. Я тогда вспомню. Я так забыл. А для свидетельства, или, допустим, для какой-то темы определенной, оно очень надо. Но забыл. И поэтому кто-то должен напомнить. Напоминайте. И это не просто так. Возвещайте в народах дела его. Напоминайте, что велико имя его. Пойте Господу. Ибо он соделал великое. Да знают это по всей земле. Вот, наверное, вот это условие для дальнейшего благословения нами иногда не выполняется. Мы очень мало свидетельствуем о милостях Божьих, которые получили. А некоторые вообще не свидетельствуют. Они получили и так положили у себя. А я понимаю, что если хвалиться этим, если гордость за этим стоит, то не надо этого делать. А если все чисто, то не надо забывать никогда, что Бог сделал. Напоминайте. Ибо он соделал великое. Да знают это по всей земле. Вещались и радуйся, жительница Щиона. Ибо велик посреди тебя Святый Израиль. Ну, в чем велик сегодня Господь? Мы знаем, что велик в любви. Мы не раз говорили, особенно когда падали часто, особенно когда были трудные моменты, когда уже и веры не хватало, что Бог нас любит, а он продолжал любить. Были моменты, когда мы говорили где-то, но уже никто не поможет, уже никого силы нет. И, наверное, уже Бог бессильный что-то сделает. А он, оказывается, силен, чтобы делать. Велик в силе, велик в любви, велик в справедливости, в великем суде. Во всем великий. И каждый из нас является носителем какой-то стороны или вот этой истины, которую я подчеркнул сегодня. Потому что видели в своей жизни и справедливость Божию, и силу Божию, и любовь Божию, и наказание Божие. Все видели. И поэтому, если каждый из нас именно стал этим свидетелем, возьмет заставание напомнить, рассказать, то, наверное, наше служение и наша жизнь будет украшена очень сильными Божьими благословениями. Но вся беда наша в том, что мы очень мало это делаем. То стесняемся, то не можем, то боимся. И еще по другой причине сегодня очень часто говорят так, что где-то там за границей Бог делает, тут написано то, написано то, написано то. Потому что там пишут. А у нас Бог не меньше делает. Но мы и не пишем, и не говорим. Получается, что и Бога с нами нет. Одна причина. Если там где-то что-то сделают, тут же сразу растиражируют. Я не говорю с плохой стороны, я именно с хорошей стороны вижу свидетельство о благодати Божией. А у нас не меньше Господь делает. Но мы обычно не говорим, писать тем более, не пишем, не афишируем. Скромные. Конечно, надо быть скромным. Это все на своем месте. Но с другой стороны, все-таки надо рассказывать о тех делах Божьих, которые Бог делал. Иначе потеряем ту часть благословения, которую Господь дает тогда, когда мы свидетельствуем о Его силе, о Его действиях, о Его благодати. Я читаю дальше. Это была тринадцатая глава книги пророка Исаии. Пророчество о Вавилоне, который из рук Исаия, сын Амосов. Ну, здесь, конечно, с одной стороны, Вавилон – это древний город, это древнее государство, но с другой стороны, под этим Вавилоном и еще вот Кровеньяна написано, о Великой Блуднице в Вавилоне. Написано? Написано. Поэтому то, что тогда совершалось на маленькой территории с одним государством, оно, в общем-то, Слово Божие живо и действенно. Оно никогда не стареет. Оно проявляет себя уже в большем масштабе. Если там было одно государство, то сейчас же в планетарном масштабе, может быть. Вы подумаете, проявляет себя они никогда не стареют. Они несут в себе глубокий смысл. Проявляет себя о Вавилоне, который из рук Исаия, сына Амосов. Поднимите знамя на открытой горе, махните им рукою, чтобы шли у ворота властелинов. Конечно, уже здесь речь идет о том, что Бог до определенного времени это государство, во главе которого халдейское, которое был Вавилон, назывался Краса и гордость халдеев. Краса царств даже. Вы знаете, это был очень прекрасный, красивый город, отстроенный. А у него было одно из семи чудес света. Вы знаете, висящие сады Вавилона. Вот как раз это было в Вавилоне. И было время его расцвета, было время, когда Бог его усилил, дал ему славу этому Вавилону, чтобы наказать свой народ. И там дальше он говорит о том, что он как раз то орудием был в руках Божьих, чтобы свой народ наказать. Но уже пришло время, которое Бог в прошлом видел наперед, когда этому государству закат предстояло испытать. Когда он делал свое дело, и нужно было наказывать их за беззаконие. И вот Господь здесь говорит так. Возвыщьте голос, поднимите знамя на открытой горе, махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего. Я просто читаю этот текст, чтобы картины полную нарисовать. И призвал для совершения гнева моего, сильных моих, торжествующих величие моем. Большой шум на горах, как бы многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь саваух обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудия гнева, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердца у каждого человека растаяло. Ужаснули, судороги и боли схватили их, мучаются, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светилы не дают от себя света, солнце меркнет при восходе Своем и луна не сияет светом Своим, а я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота и мужи дороже золота афирского, для чего по трассу небо и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева тогда каждый как преследуемое щерно и как покинуты овцы обратится к народу своему и каждый побежит в свою землю но кто попадется будет пронзен и кого схватят тот падет от меча и младенцы будут разбиты пред глазами их домы их будут разграблены жены их обесчештены вот я подниму против них медиан который не ценит серебра не прислаждан их золоту наполнится фильмами знамя на открытой горе махните им рукой чтобы шли ворота властелинов вот здесь Господь умеет свое знамя поднимать собирать людей направлять туда куда ему надо поднимите поднимите знамя поднимите это видеть надо махните рукой это опять-таки знак такой интересный если на неподвижно не обращают внимания а на то что движется больше внимания обращают поднимите знамя махните им рукой чтобы шли ворота властелинов наверное эти властелины никогда не думали что им придет конец это властелины но для Господа нет никакой проблемы сломить самое сильное самое упорное самое гордое и вот здесь собирают и даже сам не делает знаете Бог мог землетрощением разрушить да вот это вулкан нато извергаться и самолеты не полетели паника у людей что за проблема но он говорит я даже не буду свою силу употреблять вот которую я сам мог бы я через людей это сделаю самое что не такое оружие ну наверное в глазах Божьих самые немощные человеки сегодня для вас властелинов я найду на вашу голову других даже ангелов не буду посылать землетрощения не надо будет я подниму людей таких как вы и они вас разорят поэтому если что-то сегодня случается это не просто так есть смысл во всем этом да мы говорим политика мы говорим еще что-то но вы знаете иногда политики они совершенно не знают что они делают они не думают что они делают вы думаете я не раз повторял когда американцы сбросили бомбу атомную на Хиросиму и на Гасаки я не думаю что они наказывали их за беззаконие за лесбиянство гомосексуализм они может даже не знали что это такие города у них нечто свое было свое мнение какое-то определенное может и правда хотели напугать другие страны государства что у нас есть оружие сильное может быть но в конце концов это был замысел Божий чтобы наказать это беззаконие этот разврат положить предел ему не время было еще вот и все так что люди думают люди планируют у них свои планы а у Бога свои и очень часто совершенно другие чем у людей на сегодняшний день поэтому хотелось бы чтобы мы видели во всем не просто какой-то произвол не просто видели что-то неконтролируемое что-то вышедшее из поминовения но все есть планы Божии люди часто говорят так ну что это Бог сделал если бы Бог был то почему вот такое допускают вроде бы Бог несправедливый я говорю а что вы удивляетесь эти люди что не Богу служили нет они молились Богу нет почему их Бог должен защищать но Бог да держит под контролем все есть смысл по всем этом но какие вы предъявляете претензии а почему Бог допустил что мою дочь убили а где она была что ее в молитвенном доме убили не говорит с танца ушла так Бог на танцах не бывает он туда людей не возит он людей не поит пьяный там какой-то а что молитвенном доме пьяный зарезал дочку не если Бог допустил Богу претензии а ты молилась не а дочка молилась не какие претензии к Богу вы интересно предъявляете при чем тут Бог тот хозяин которым вы служили он дал награду за всякое дело есть награда то у Бога награда я пришел чтобы имели жизнь и имели с избытком а у дьявола какая награда он пришел чтобы украсть убить и погубить какие претензии к Богу при чем Бог чтобы пьянствовали чтобы делали не то что почему где Бог разве Бог так учил поэтому очень часто люди вот когда вот смотрят на такие вещи а где Бог а куда Бог смотрит куда смотрит Бог справедливый кто кому служит тот тому и раб так закон и он употребляется нами где мы работаем там нам и деньги платят так если ты работаешь на заводе ЖБИ то на чекшем никогда тебе зарплату не выдадут там где ты работаешь ты можешь продавить претензии то скажешь слушай какие претензии ко мне я я я вообще знать не знаю что ты хочешь от меня люди сегодня так думают так живут делают что хотят идут куда хотят думают как хотят а потом к Богу претензии почему ты не умешался потому что ты не просил Бог никогда ничего не делает без молитвы без просьбы поэтому давайте понимать все эти вещи я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моих сильных моих торжествующих увеличии моем вот люди думают особенно военные люди государство что вот это все могучство военное это их работа а Бог говорит это мое если я не дал вам возможности открыть эти законы то вы никогда их не открыли бы вы пользуетесь законами которые Бог поставил люди не создают закон ну да они законодатель государства я имею в виду законы существующие в мире этом во вселенной их же не человек поставил а Бог дал возможность открытия воспользоваться ими вот и всего лишь но если Бог что-то не захочет отдать никогда никто не возьмет но с определенной целью с определенными намерениями Бог дает эти открытия людям и как вы заметили я не один раз об этом говорил никогда не было такого что какое-то одно государство очень сильно вырвалось вперед как правило на определенном уровне все где-то чуть-чуть что-то больше и другие тут же подтягиваются и другие тут же подтягиваются на идейшие в одного оружия сильнейшего у другого людей больше а врачи с китай связываться не стоит они шапками забросают ну так на самом деле это так и потому когда мы здесь читаем это интересное место то Господь здесь напоминает сначала поднимите знамя на к этой горе махните им рукой пусть идут ворота властелев и говорят дальше я дал повеление избранным моим вот это интересно тоже ну конечно там же не пророки но вот Бог дал команду каким образом как но собираются и идут и тут туда куда надо может быть Бог воспользовался их мотивами какими-то захватническими может быть еще чем-то но я дал приказание моим избранным и они идут и они торжествуют в моем величии вот то что я дал чем вооружил чем они и будут пользоваться я дал повеление избранным моим и избранным моим я конечно не хочу быть таким избранным мы еще не понимаем избранные это спасенные но там народ который Бог избрал для совершения гнева они как орудие как бессловесное какое-то то я думаю нам тоже хочется быть ну не такими исполнителями воли Божьей таким мы часто бываем шлепую Бог ведет мы делаем а мы даже не знаем но но тем не менее избранные мои его другими словами я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гневового сильных моих торжествующих в величии моем большой шум на горах как бы одноголюдного народа мячежный шум царств и народов собравшихся вместе Господь Славов обозревает боевое войско люди бунтуются шумят мячеж революции а Господь говорит я обозреваю свое боевое войско они пойдут и будут делать то что надо делать не сознательно не понимая свои какие-то цели преследуя но в конце который исполнит волю Божию и больше ни на одну иоту не сделает ничего вот мы уже читали про этого сильного царя он же собирается хвалится что я такой я умный я один день тебе еще остался все ты что только пальцем помахаешь но уже грабить не будешь а пальцем что помахаешь что пограгишь немножко и что пошумишь но предел положенный и поэтому давайте мы всегда помним особенно важно это в нашей жизни что всякому беззаконию всякому произволу всему то что отрицательное есть на земле есть предел положенный что Бог допустил или допустит то будет что Бог не допустит никогда не будет а нам если Бог что-то допустил в нашей жизни то стоит поставить вопрос Господи а для чего ты твою жизнь допустил что ты хотел от меня что ты хотел увидеть что ты хотел увидеть только я помню одна из сестер я не называю имени она еще жива уже старенькая пожилая она очень такая шумная была и Бог очень часто так вот прижимал немножко но она говорила я страдаю как Иов хотя там до Иова далеко далеко совсем до Иова и близко не стояло но всегда я как Иов страдаю так что давайте когда будем страдать давайте не становиться на место Иова может и надо стать когда то давайте будем глядеть а что в самом деле происходит она и осталась такой потому что она же как Иов страдала и же ничего менять не надо было хотя на самом деле это было не так пусть Господь благословит нас сегодня пусть Господь поможет нам понять в это последнее время что мы имеем твердое упование на Господа и без воли Божией и волос головы нашей не упадет пусть Господь нас благословит пусть милость Божия будет с нами и пусть благословение Господне поведет нас в дальнейший жизненный христианский путь доблосовит нас Господь Аминь